МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лидеры партии Франции обратились к президенту страны с призывом гарантировать безопасность Арцаха и республики Армения. Познаем западную Армению с ГЕРД. Долгожданная новость из Парижа. Народ Франции требует оказания военной помощи Армении и Арцаху. В Йосхадском районе Западной Армении обнаружено ритуальное строение хетского периода. Армянские инструменты – парк Апсук. В декабре 2022 года Европейский суд по правам человека одобрил три заявления, направленные в суд для защиты прав армян Арцаха. В результате 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября 2020 года, перемещенные семьи города Шуши обратились к правительству Западной Армении с просьбой защитить свои права в Европейском суде по правам человека. Уполномочив президента Республики Западной Армения Арменака Абрамяна вести это дело. Западная Армения призывает всех единомышленников, граждан, заинтересованных в безопасности и будущем нашей стране, присоединиться к борьбе за защиту прав народа Арцаха, который является частью Западной Армении. ЮНИСЕФ выступил с заявлением, в котором говорится, закрытие въезда в Арцах через Бердзор негативно сказывается на детях. Чем дольше продолжается эта ситуация, тем больше будут страдать дети от нехватки еды и прочего, которое необходимо для выживания, здорового роста и благополучия. Многие дети лишены родительской опеки, будучи разлучены с родителями и законными опекунами. ЮНИСЕФ подтверждает призыв Генерального секретаря ООН обеспечить свободу безопасности передвижения по Бердзорской дороге в соответствии с предыдущими договоренностями. Это крайне важно для того, чтобы дети Арцаха были защищены, гуманитарные организации безопасны и быстро могли добраться до нуждающихся. ЮНИСЕФ продолжает искать грани диалога и сотрудничать со всеми субъектами, чтобы получить доступ для поддержки детей, проживающих в этом регионе. Западная Армения положительно оценивает усилия ЮНИСЕФ по содействию арцахскому армянству, в то же время напоминает, что проблемы детей, живущих в оккупированном Западной Армении, также должны быть в центре внимания. Политические лидеры различных партий Франции, несмотря на расходящиеся политические взгляды, опубликовали совместное открытое письмо в имеющую самую большую аудиторию во Франции ежедневной газете Le Monde с просьбой о вмешательстве президента Франции для гарантирования безопасности Арцаха и Республики Армении, сообщает посольство Армении во Франции. Западная Армения приветствует эту инициативу, выражая свою солидарность с партиями, которые присоединились к столь важному заявлению. Этот жест еще раз констатировал тот факт, что усилия, приложенные президентом Республики Западной Армении Арменаком Абрамяном в Сенате и Парламенте Франции, дали свои положительные результаты. Подробное содержание письма доступно на нашем сайте. Город Сгерт Западной Армении упоминается также, как Схерт-Схирт. Как правило, он считался городом, хотя всего лишь поселок, расположен в нижнем течении реки Бетлис правостороннего притока Восточного Тигра. Высота над уровнем морем 1100 метров. Климат жаркий и континентальный, особенную известность имеет виноград. В 16-18 веках входил губернию Диар-Бекира, далее в Бетлис. Схерт существует с давних времен. Некоторые связывают его основание с именем Тиграна Великого. По информации разных источников, заметно, что город был довольно процветающим в средние века. В 1830-х годах в Схерде проживало около 17 тысяч человек, 10 тысяч из которых были армяне. Перед Первой мировой войной здесь проживало 13 тысяч жителей, 6 тысяч из которых армяне. Во время резни 1895 года турки разграбили находящуюся там церковь, ординариат и школу. Насильно исламизировали большую часть армянского населения. Зарезали священнослужителей, оскорняли женщин. Далее, во время геноцида 1915 года, молодотурки уничтожили здешнее армянство, сохранив лишь столь ремесленников, чтобы те работали на турков. Западная Армения периодически предоставляет международному сообществу те реалии, которые имели место в годы геноцида и до него. Тем самым придавая важность тому обстоятельству, что кроме признания и осуждения геноцида, также важны требования и компенсация. Политические лидеры ключевых партий Франции опубликовали совместное открытое письмо в ежедневной газете Le Monde, призвав президента страны вмешаться для обеспечения безопасности Арцаха и Республики Армения. История отношений между Францией и Арменией – это дороги, связывающие Францию с Азией и Ближним Востоком. Развитие нашей текстильной промышленности, первое кафе в Париже, Суэзский канал, инициатором и релизатором которого был премьер-министр Египта Нубар Паша. Нубар Нубарян. Появление во Франции Вартанг Кармир и Абрикоса. Армянский легион, сражавшийся в Великой войне под одним флагом Франции и Армении, самопожертвование мятежника Мисака Манушана против варварства во время французского сопротивления, говорится в заявлении. Политики напоминают, что Сенат Франции за исключением одного голоса и Национальное собрание в ноябре этого года единогласно приняли резолюции в поддержку Армении в пользу признания Республики Ацад и защиты прав армян Арцаха на самоопределение на земле, где они жили с давних времен. Западная Армения высоко оценивает эти заявления дружественной Франции, поскольку они положительно влияют на нынешнюю ситуацию. На холме Ушакли в Йосхате было обнаружено мистическое круглое строение, которое свидетельствует о том, что это был священный город Хеттов. Аннаклетто Дагастину, профессор университета итальянского города Пиза, руководящий раскопками, сообщил, что в настоящее время очень сложно интерпретировать роль и значение этой конструкции. Требуется расширенная работа, чтобы получить представление о ней. По его словам, на Хольтке свидетельствует о том, что это сооружение имело ритуально-культовое значение. Важность сооружения заключается в том, что в других населенных пунктах подобного строения не обнаружено. Если будет доказано, что это единственное в своем роде сооружение, то вместе с другими находками, обнаруженными за эти годы, мы убедимся, что холм Ушаклы был важнейшим городом Зипаланда, который был престольным и священным городом, отметил археолог. Впервые изображение парка Бзук было найдено на фреске дворца, расположенного недалеко от города Айтап Западной Армении, 1300 лет до н.э. Дошедшие до нас сведения о происхождении инструмента в мастерах изготовления очень скудны. В армянском языке этот инструмент имеет несколько названий паркабзук пку-тик-тыкчор. В рукописи XVII века сохранилось изображение женщины, играющей на паркабзук. Эта картина подтверждает, что в средние века были женщины-исполнительны. Паркабзук с древних времен был неотъемлемой частью армянского быта. Об этом свидетельствуют рукописи Агатангелоса, Павтоса Бюзанта, Мовсеса Хореннаци, Егишесе, Себеоса, Григора Нарикатси, а также рукописи гусанов. Паркабзук был монополией кочующих музыкантов с ранних времен. Паркабзук пользовался спросом в ритуальных церемониях, свадебах и различных народных гуляниях. После геноцида и эмиграции изгнанные армяны, будучи депортированы в разные страны, распространяли свою культуру в армянских общинах, в основном сохранив важные национальные и ритуальные обычаи, которые до сих пор передаются из поколения поколения в разных уголках мира. Из заключения новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok